И с высоких трибун Геленджика озвучивает, что функциональность единой цифровой платформы здравоохранения для пациента это вот этот список, который состоит из записи на прием доступа к медицинским документам, видения расписания, поиска участка, вызова врача на дом, платные медицинские услуги, получение справок, но управление почему-то только, да, почему по себе нельзя справку получить? А вот, справки о стоимости лечения, дневник здоровья, ну, как бы вот есть такой набор, и он, наверное, немножко спорен, да, то есть можно будет дальше расширять, и в общем-то такими документами стоит обмениваться, ну, как минимум я могу накидать еще десяток сверху, которые очень бы полезны были гражданам, как в этом суперсервисе. Справка, например, на охотничий билет, медицинская, то, что я здоров, у меня нет психических наклонений, я не наркоман. Ведь эти сведения хранятся в медицинских организациях, зачем мне нужно бегать за ними, заплатить еще какие-то безумные деньги, стоять в очередях вместе с этими же наркоманами и алкоголиками, да, в общем-то, хотя, в принципе, я здоровый человек, но чуть не стоял и так далее. Тот же там справка для ребенка в бассейн, да, почему нет? Справка в школу о том, что он здоров, ну, вот эти все вещи бытовые, которые там очень довостребованы, почему-то не попали в этот красивый суперсервис, но зато и в платные медицинские услуги. Ну, это так, порассуждать, подумать. Гражданам в РФ должны быть доступны сервисы изначального кабинета, и это уже сервисы ЦК, да, и что у нас на текущий момент, в общем-то, есть? Я немножко покрасил цветом, для того, чтобы мы немножко задумались. У нас есть запись к врачу, прием заявок врача на дом, и зеленый, то, что вот уже 100% работает практически, потому что в оказании данных услуг, в общем-то, не участвуют медицинские организации. Ну, то есть вот зелененькие, это сведения о поле, сестрах в организации, предоставление информации о показанных услугах, их стоимости, записи предосмотров, вот не участвуют там в этом году, должны на 100% быть по всем показателям реализованы, это вот с наших дорожных карт. Желтенькие, 80%, по-моему, и 90%, вот, но сейчас вот это все, все, что работает реально, это работают услуги федеральных организаций, регионы еще не сильно не дотягивают, надо еще много-много работать по всем этим историям. Ну, вот я просто вижу, даже по собственному Санкт-Петербургу, не все, в общем-то, ладненько. Санкт-Петербург не измеритель регионов. Есть хороший, я сам знаю. Вы знаете, для профосмокров, там медицинская организация участвует. Конечно. А чему оно зеленое? А когда уже вот это... В этом году на 100% должна быть запись. Ой, пардон. На 100%, на 100%, запись должна быть на 100% реализована. На профосмокров. Это прохождение, вы говорили, что это со стороны. Пардон, это да, тут я заблуждаю, согласен. Системы ЕГСС, в которые необходимо передавать сведения медицинским организациям. Это структурированное, в общем-то, приложение 447-й приказом. То есть у нас 4 типа сведений федеральных регистра медицинских работников. Передать через оператора нельзя. Закрытый канал не требуется, в общем-то, можем работать. Все медицинские организации, в том числе и частые, и государственные формы собственности, должны в этом году, должны были этим усиленно заниматься. Федеральные регистрации медицинских организаций, Федеральная электронная регистратура, Федеральная интегрированная электронная медицинская карта и так далее и тому подобное. Это все, что необходимо передавать и подключаться. Ну и отдельно для специализированных учреждений помощных. Я их зелененьким покрасил, то, что не касается ни государственных форм собственности. Редко касается ни то, что вышло всем. И на текущий момент, занимаясь частным сегментом медицины, я понимаю, что мало еще кто готов к этому всего. То есть надо еще время подождать и все это дело усиленно, усиленно пиарить и рассказывать, что ребята, у вас есть обязанности, вы должны это делать. С каждой трибуны. И это нравится мне, что все это сейчас больше и больше из уст федеральных чиновников звучит стрибуны. Виды регистрируемых электронных медицинских документов это то, что сейчас попало в первую волну и то, что мы должны делать как разработчики медицинских информационных систем и как те люди, которые автоматизируют деятельность медицинских организаций. Вот эти документы мы должны передавать в реестр электронных медицинских документов. специально пометил в скобочках, в каком формате мы должны это делать. То есть где-то возможно и PDF, где-то только CTA. У нас в Петербурге два дня назад прошла конференция FIRE. С большой трибуны хотелось бы обратиться. Давайте подумаем, чтобы где-то CTA R2, запятую FIRE был написан, не будет просто космос. Потому что мы сограли огромный зал поклонников этого формата и поклонников этого протокола, которые крайне заинтересованы в том, чтобы FIRE технология в России существовала наравне с CTA-архитектурой. Потому что это и то, и другое HL7, но немножко более удобное для программистов, для тех, кто создает медицинские информационные системы. И с этой трибуны я бы тоже об этом говорил. Участники единого цифрового контура мы сегодня послушали о том, что мы можем сделать для государственных органов управления здравоохранением. И на этом слайде я постарался перечислить, наверное, не все, но большинство основных участников единого цифрового контура, который формирует Минздрав. Это поликлиники, стационары, спонсеры, помощи специализированные скорые, лаборатории, частные клиники, работающие в программе ОМС, которые оказывают услуги в рамках территориальной программы Госгарантии. Ну, если мы посмотрим немножко в профиль, я немножко повернул, да, и что в тени, то у нас получается на самом деле есть еще и контур ведомства для медицины, да, это наши любимые МЧСники со своими клиниками, это ФМБА, которые оказывают иногда даже 100% помощи ОМС в регионах, 100% помощи ФМБАшники. Они как-то вот у нас не всегда попадают. И контур частной медицины достаточно большой. На самом деле, вот, не знаю, здесь ли сидит коллега, например, компания Нифросовет говорит, что для этой диализной помощи клиники частные абсолютно оказывают диализную помощь. Например, в Томбовске, в Тюменской области, они оказывают 100% диализной помощи. 100% нету там в государственных клиниках диализной. И вот где эти данные, и как они попадают в ЛИГСЗ, это тайничный. Потому что компания них посоветовала, и у них собственная медицинская комфортная система, знать не знают, как это делать. И думают только об этом, хотя вопрос встает. Соответственно, компания Нетрико, мы специально в этом году поменяли лейбл, написали 100%. Мы умеем делать это для участников, мы умеем делать это для государственной системы здравоохранения, мы умеем работать с разными разработчиками и с разными организациями. Коллеги, спасибо за внимание, секция была прекрасна, мне кажется, все было по существу. Спасибо. 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 Спасибо.